Солистки Национального дома Тамара Рой окончила специальную музыкальную школу имени Лысенко и Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу флейты. Стажировалась в мастер-классах у профессоров Ханса Уудо Хайтсмана, Анны Катрины Хайтсман, Ирмелы Бослер в высших школах музыки в Гамбурге, Нюрнберге и Лейпциге и у Мишаля Марагеса в Парижской консерватории. Лауреат Международного конкурса искусства 21 века и конкурса камерной музыки Международной музыкальной ассоциации ЮФАМ Париж-Франция. Участница Халише Мюзик Тага Фестивал Германия в 2006-2007 годах. В 2002 году принята в Национальный симфонический оркестр Украины. С 2003 работает в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского. С 2004 солистка Национального дома органа и камерной музыки. Гастеллировала в Швеции, Германии, России, Беларуси, Швейцарии. Когда я училась, все-таки еще у нас было не так много девочек. У нас на всем курсе в консерватории, в деревянных духовых, у нас было 5 девочек на 30 человек. Женщину-музыканта чаще всего представляют играющей на рояле или со скрипкой в руках. Но все больше и больше, казалось бы, традиционно мужскими духовыми инструментами овладевают девушки. Одна из них – флейтистка Тамара Рой. Я родом из семьи музыкантов. Мама – музыкант, мама – пианистка. И когда мы еще какое-то время жили в Конго, на родине моего папы, там, где я, в общем-то, выросла, большую часть своей жизни, там провела моя мама, там работала и преподавала, и играла концерты очень успешно много. Ну, я с трех лет играю на рояле, я очень это дело люблю. И поступила я в нашу школу «Лысенко», киевскую среднюю специальную музыкальную школу, интернат. Да, я поступила как пианист. Уже через два года обучения в специальной музыкальной школе имени «Лысенко» Тамаре захотелось играть на флейте. Но педагоги сказали, что она еще маленькая для такого сложного инструмента. Однако Тамара – девочка настойчивая, и уже через два года она начала осваивать полюбившийся инструмент. В музыкальную академию уже поступала на кафедру духовых инструментов, училась с удовольствием, делала огромные успехи и вскоре стала играть в Национальном симфоническом оркестре Украины. Это дало мне огромный опыт во многих отраслях. И я музыку очень люблю, симфоническую очень. Я столько музыки изнутри прекрасной сыграла. Для меня это было колоссальным опытом в жизни и большой моей любовью. А потом, когда я уже заканчивала концертурию, меня пригласили в квартет «Лысенко» сыграть с ними Моцартовский квартет флейтовый. Я сыграла. А потом после этого меня пригласила Калиновская Ирина Николаевна к себе в проект. И я с ней тоже играла. И когда уже был у меня пятый курс, я узнала, что освободилось место здесь. Не в каждой концертной организации найдется место солиста-флейтиста. А в Национальном доме органной и камерной музыки такое было. И оно досталось Тамаре Рой. Молодая артистка с большим вдохновением включилась в работу. Готовила сольные программы, играла в сборных концертах. Вместе с Ольгой Швыдкой и Екатериной Баженовой представляли музыку барокко, как на концертах органного зала, так и на различных фестивалях. В составе этого трио мы довольно долго выступали и ездили в Украине в разные города. В то время, что достаточно мало распространена у нас была барочная музыка. Сейчас набирает обороты и популяризируется очень сильно. А тогда можно сказать, что-то мы такое находили, выслушивали. Это было очень интересно. Наша администрация позволяет в определенной степени творческую свободу. В чем она выражается? Вот, например, у кого-то есть идея. Вот человек пришел, ее изложил, рассказал, и ему говорят, хорошо, принимается. Вот мы такую дадим, выбирайте под себя, выбирайте себе с кем вы хотите. Это очень важно. Для реализации разных творческих проектов Тамара подбирает команду единомышленников, как из артистов Национального дома органной и камерной музыки, так и приглашенных музыкантов. Это очень важно. При том, что прекрасный коллектив, замечательные специалисты, профессионалы, музыканты, все ярчайшие. Конечно, надо сказать честно, что у нас у всех, я называю, все творческие коллективы, все, это детский сад с людьми, у которых очень много эмоций. Я сама такой же человек, знаете, эмоции, это все понятно. И поэтому, да, бывает, что два прекрасных музыканта, и все-таки они могут сойти вместе не потому, что они вражают, а просто потому, что ну как-то вот неудобно. С пианисткой Екатериной Баженовой у Тамары полное взаимопонимание, и не только профессиональное, но и человеческое. Сыграно много произведений, воплощено немало проектов, а каждая новая программа подругами тщательно продумывается и обговаривается. Любой коллектив – это коллектив живых людей, поэтому, безусловно, в нашем коллективе тоже есть, скажем, более тесные отношения, дружеские, и они, вы знаете, автоматически перерастают в более тесные творческие. Что касается Тамары, это отношения еще, скажем, семейные. Мои родители дружат с ее мамой, и, естественно, они нас всех, так сказать, перекрестно знают с детских лет. Мы учились в одной школе, вот, мы заканчивали десяти лет. У нас, конечно, чудные творческие отношения, у нас замечательные человеческие отношения. То есть мы с удовольствием общаемся, мы можем после концерта где-то посидеть, мы можем просто, опять-таки, обсуждая наши, так сказать, творческие планы, обсуждать все, что угодно. Тамара откапывает всякие интересные ноты, не игранные ранее, не звучавшие в нашей стране. Мы вместе с ней много сделали программ премьерных произведений, скажем, французских композиторов, английских композиторов 20 века. Музыканты делятся на две категории. Одни предпочитают специализацию на музыке одного стиля или эпохи, другие играют все. Я всеядна, но недавно я очень прикрученилась о том, что Брамс ничего не писал для флейты. Ну, кроме прекрасных соло в симфониях, я всех очень люблю и уважаю. Не могу сказать, что там невозможно выбрать, потому что я с такой же любовью играю Вивальди, Баха, Генделя, с какой я и Пёрсела играю, с удовольствием и Люли, и старинных, да, и разнообразных, и Леклера, и также обожаю Моцарта, и Гайдена, и Глюка, и Бетховена. А может мелодию Скорика? Давай вторую, третью. Потому что первую, или только первую. А может на конце, там как партия травали, целиком. В украинской музыке не так много произведений, написанных для солирующей флейты, но пьесы Лесси Дычко, Натальи Рожко, Тамара Рой часто ставят в свои концертные программы. Пропагандирует и другую отечественную музыку. Особое отношение у артистки к музыке Максима Березовского. Есть много интересной музыки, замечательной украинской, которая с удовольствием играет. Например, Березовского сонату, которая как бы скрипичная, но она и для флейта тоже хорошо подходит. В данном случае я считаю, что я имею право её играть, потому что с этой сонатой отдельная история. Михаил Борисович Степаненко попросил мою маму в своё время, когда она ехала в Париж, чтобы она в библиотеке в Париже нашла манускрипт, потому что её не было в Украине, она только там лежит. И чтобы моя мама сделала ксерокопию всего этого, а это был далёкий 80-й год, и чтобы она эту сонату привезла, и чтобы он смог её здесь расшифровать и издать. И я потому её играю, что она была привезена, когда мама была беременна мной, поэтому я считаю, что в данном случае я могу себе позволить иногда сыграть сонату Березовского, это в качестве исключения. Я как-то утром проснулась и поняла, что мне прям очень нужно играть на контрабасе. И я играла на контрабасе года 4, по-моему, с большим удовольствием. Тамара Рой – человек настойчивый и целеустремлённый. Сказала «хочу играть на контрабасе» и научилась. А друга и учителя Сергея Филипповича стала привлекать к своим проектам. Что касается моей работы с Национальным домом камерной органной музыки, то опыт у меня здесь небольшой. А что касается с Тамарой, у нас тут совсем другая история. Мы с ней очень давно знакомы. Мы большие друзья, почти 20 лет, если ещё с самого училища познакомились. И дружим по-хорошему, по-нормальному. И она меня просто приглашает, говорит, «Серёжа, мог бы ты прийти поиграть со мной вот такую-то программу или другую какую-то программу?» Я всегда ей стараюсь не отказывать. Существует миф, что для того, чтобы стать хорошим музыкантом, нужно заниматься с утра и до ночи. Конечно, это преувеличение. И Тамара Рой этот миф развенчивает. Молодой музыкант и вообще музыкант должен заниматься в сутки 4 часа. А остальное время он должен жить, развиваться, смотреть, ходить, гулять, узнавать и познавать. Иначе ему не о чем будет играть. В своё время я очень любила ездить верхом. И все очень недоумевали. Это настолько опасно, травмоопасно. Но я очень это дело любила и с большим удовольствием делала. И могу сказать, что для ансамблевой игры, для понимания музыки это очень много дало. Вот оно может казаться, что совершенно далёкие вещи, но тем не менее это всё равно очень связанные и очень интересные вещи. Два года учёбы в Германии у профессора Эрмелы Бослер Тамара вспоминает не только с благодарностью к выдающемуся учителю, но и как к школу жизни. Она и сама там много играла, выступала и слушала других, что дало возможность ей сравнивать разные культуры. У нас есть какие-то вещи, которые не то, что прям недоступны, но которые, например, западным людям они не близки. В исполнительстве, в игре, в интерпретации. Какая-то душевность, какая-то теплота, личные отношения. У нас люди очень лично играют. Это то, чего не хватает. Не хватает очень такому глобализированному западному подходу, где музыка — это бизнес. У нас это ещё не бизнес. Начиная новый проект, Тамара полностью в него погружается. Ведь каждая программа должна быть оригинальной и не похожей на другую. Да ещё и иметь свою изюминку. Вот, например, в одной из программ музыканты на какой-то момент обменялись инструментами. Простор для фантазии есть, а желание постигать что-то новое присутствует всегда. Полтора месяца тому назад мы сыграли программу к Международному женскому дню, в котором была только музыка женщин-композиторов. И я не помню точно, по-моему, из шести произведений, которые мы играли в концерте, по-моему, четыре было в Украине премьера. Поэтому, да, ищу, ищу, нахожу, стараюсь. Дорогу осилит идущий. Это не просто мудрое изречение, это жизненное кредо неспокойного, яркого музыканта и человека Тамары Рой. И пусть эта дорога всегда наполняется интересными событиями. Я, наверное, хотела бы пожелать, чтобы у нас была смелость мечтать. Потому что, когда мы по-настоящему мечтаем, именно смелость мечтать, когда мы смело мечтаем, оно осуществляется. КОНЕЦ